Восемь. Как мы можем исполниться Духом Святым? В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. В последней беседе мы получили маленькое представление о том, какие намерения благодати Божией еще ожидают своего славного исполнения. В Церкви Христовой дано, как мы видели, чудное обетование об излиянии Святого Духа. Такое обширное, великое и всеобъемлющее, что оно заключает в себе весь мир, и время, когда оно должно существиться, уже недалеко. Но разве это обетование Божие дано нам для того, чтобы мы, то есть каждый из нас отдельно, сказал теперь «Хорошо же, начиная с сегодняшнего дня, веря по-детски этому слову, я буду ожидать, следить за знамениями, предшествующими этому излиянию, вымаливать его исполнение и ждать, пока оно не осуществится надо мною и над всякой плотью». Конечно, эта жажда, тоска и ожидание Духа Святого в силе для всего мира вообще и для Церкви Божией, в особенности, должны наполнять нас. Но было ли бы правильно, если бы мы связали наше личное исполнение Духом Святым с этим грядущим событием? Никак. Это значило бы, что мы, подобно больному в Вефезде, вместе с толпою ожидаем возмущения воды в купальне, между тем, как тот, кто может исцелять немедленно и уже исцелил бесконечно многих, стоит перед нами, спрашивая, хочешь ли быть здоров? Слава и благодарение Богу! Мы имеем право и можем выздороветь в этом отношении именно теперь, прежде чем Господь исполнить свой обширный план во всем его великом объеме. Мы даже должны выздороветь, чтобы сделаться средой, в которой Дух Святой может начать свое господство и стать посредниками, через которых Он может открыть свое чудное намерение другим. В то время, как обещанные приближающиеся теперь дни, то есть перед наступлением Великого и Славного Дня, Он хочет посетить Своею милостью великое множество. В настоящее время, начиная с Пятидесятницы и до ныне, может пробиться, стать победителем уже каждый отдельно. Каждый имеет право и возможность быть наполненным силой свыше. Это именно подтверждает Слово Христово, поставленное в заголовке. Мы все уже давно знаем это Слово, как одно из чудных приглашений нашего Господа Иисуса. Но поняли ли мы, что оно призывает нас прийти к Нему, чтобы быть обличенными полнотой Духа Святого? Я не всегда так понимал Его и потому не замечал, как следует Его силы, но однажды Господь показал мне Его в Своем свете и тем доставил мне бесконечное блаженство. Собственно, ведь Дух Святой Сам объясняет нам через Евангелиста, что Господь Иисус говорит здесь о принятии Духа Святого. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять все верующие в Него. Мы чувствуем, что поступили бы неправильно, если бы захотели объяснить этот чудный зов, прийти к Нему и пить иначе, чем Он, потому что тогда мы свели бы на нет для себя и для других намерения Господня. Как благодарны Ему должны были бы мы быть за это заявление, так как оно удивительно, но вместе с тем очень просто разрешает столь многие вопросы, причинившие нам, может быть, большие затруднения в смысле получения Святого Духа в полноте. Да даст нам Господь всецело уяснить себе это? Прежде всего, я попросил бы не выпустить из виду того, что Господь говорит здесь о Духе Пятидесятницы. Это имеет огромное значение, потому что Он – великая потребность для каждого ученика Господня. Из объяснительных слов евангелиста совсем нетрудно понять, что перед духовными очами Иисуса стоял Дух обетования, ожидать которого в Иерусалиме Он позже повелел апостолам, потому что сошествие Святого Духа было тогда еще в будущем. Иоанн очень ясно высказывает, что Иисус говорит о Духе, которого имели принять верующие в Него, и прибавляет. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Очень хорошо, если мы вполне выясним себе, что хотел сказать евангелист словами «Еще не было на них Духа Святого». Мы все ведь знаем, что Дух Святой есть истинный предвечный Бог, и знаем также, что Он был здесь на земле, когда еще тьма простиралась над бездною, потому что Он уже тогда носился над водою. Бытие, 1 глава, 2 стих. Мы также знаем, что после того Он сходил на целый ряд отдельных лиц Ветхого Завета. Он сходил на многих судей Израилевых, на их пророков и на некоторых царей. Мы читаем в дни Рождества нашего Господа о царце Симеоне, что Дух Святой был на нем, что ему было предсказание Духом Святым, и что он пришел по вдохновению в храм. Об Иоанне Крестителе читаем мы, что он исполнился Духа Святого еще от чрева Матери. Также и ученикам Своим Господь сказал, «А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». Евангелие Теоанна, 14 глава, 17 стих. Как же нам тогда понять, что Его еще не был на них? Он бы и имел отношение к человеку, но только как сила Божья, влияние, сходившее на Него и действующее в Нем, а не как Дух, творящий обитель в человеке, лично овладевающий им, чтобы отныне пребывать в Нем. Во всем Ветхом Завете не было такого состояния, где Дух Святой сошел бы на человека, чтобы пребывать на Нем. Его положение в этом мире было вроде указанного на первой странице Дорогой Книги Божией, то есть он носился над предметами своего избрания и деятельности. Нога Его не нашла места покоя, куда бы Он мог не спуститься, пока не стал человеком Сын Божий. В Нем Он впервые нашел подобающее Ему жилище истинной чистоты и святости. Вот причина, почему Иоанн Креститель совершенно особенно подчеркивает это, свидетельствуя. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но пославший Меня крестить в воде, сказал Мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 32-33 стих. Для Иоанна несомненным признаком того, что он имеет перед собой Христа или Мессию, был сходящий на Него и пребывающий Дух Святой. И это тот самый Дух, нашедший в себе сперва жилище в человеческом теле Христа, которым крестит Христос, когда наполняет им своих чад. Потому что, хотя многие, как мы видели, так же и ученики, имели Духа Святого до Пятидесятницы, «Господь все же сказал им перед Вознесением, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяние апостолов, 1 глава, 5 стих. До тех пор крещение Духом Святым не имело места и никогда не состоялось бы, если бы он продолжал пребывать в немощи на земле. Потому что, раз это был Дух Христов, Христос должен был прославиться или преобразиться, то есть как человек снова принять славу, которую имел у Отца прежде создания мира. Поэтому он с такой торжественной строгостью и говорит ученикам, «Я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Евангелие Теана, 16 глава, 7 стих. «Преображенный или прославленный, Господь послал того Духа, который не сшел на Него, покоился на Нем, жил, действовал и ходил в Нем, как в Сыне Человеческом, чтобы Он отныне сошел также на Его детей и прибыл в них. Они должны были стать участниками и помазания, какое Он получил, но только в день Пятидесятницы, потому что раньше не было еще этого Духа на земле. Теперь же Он действительно здесь, уже давно здесь, потому что Господь уже давно преображен и прославлен. Не сшел ли Он и прибыл ли и на нас, как на своих первых учениках? Что в нашем тексте дело идет о Духе, излитом в день Пятидесятницы, очевидно. Но здесь нам также становится ясным, что только Он есть Дух истинной полноты. До тех пор никто не получал Его в полноте, кроме нашего Господа. Да иначе оно и не могло быть, потому что Он должен иметь во всем первенство. Послание Колосиным, 1 глава, 18 стих. Он должен был иметь Духа Святого без меры. Тем не менее, в данном Слове Божьем устами Христа нам говорится и показывается, чем должна выразиться для нас Его полнота. Он говорит нам, из чрева потекут реки воды живой. И между тем, как различна мера, в которой так многие дети Божьи имеют Духа Святого. Посмотрите только вокруг себя. Загляните в Писание и сравните то и другое. Как жалко покажется вам все в отношении этого обетования Господня. Вот Никодим. У него Дух Божий дышал, как ветер. Он был возрожденным, но кажется, что у него как бы никогда не выбилось даже струйки. У Самарянки он сделался ключом, источником, текущим в жизнь вечную. Это было уже гораздо больше, и она в действительности была не только возрождена и обращена, но ключ ее тотчас же начал бить. То есть другие получили часть того, что произвел в ней Дух Святой. Тем не менее, Господом обетовано здесь нечто бесконечно славнейшее, потому что должны потечь реки. Уже одна река есть нечто совсем другое, нежели источник. Хотя бы он был даже источником, мьющим ключом. Река, как мы все знаем, образуется из множества источников и ручьев, которые она приняла в себя и которые все теряются в ней по причине ее величины и глубины. Вот какая разница должна бы была быть между Духом Господнем, которого мы видим перед Пятидесятницей в Никодиме, в Самарянке и в других детях Божьих, и Духом, который должен был сойти в день Пятидесятницы на всех, принадлежащих Христу. Однако, Господь говорит здесь не об одной реке, но о многих, как бы о целой системе рек. Потекут, говорит он, реки воды живой. Разве такое получение Духа Святого не будет получения без меры? Кто может измерить многие реки? И что мы скажем, когда обратим внимание на то, что Господь имеет в виду отдельные лица, не целый сон, как в день Пятидесятницы? У того. Следовательно, у каждого в отдельности потекут реки. Нам случалось присутствовать на больших собраниях, чудных съездах, и мы радовались, когда время от времени то тут, то там, от сотен и тысяч верующих текло несколько рек. Мы думали, что отплыли на глубину. Евангелие от Луки, 5 глава, 4 стих. Но что бы было, если бы от них, от всех, от каждого отдельно, кто верует, как говорит Писание, потекли бы реки воды живой? А по собственному слову Господа ты имеешь право прийти и пить до избытка. Если у тебя еще не дошло до этого избытка или переполнения через край, ты теперь должен заключить, у меня что-нибудь не совсем в порядке. Обетование Господне осталось на мне неисполненным? Поэтому не покойся далее, владикийском, с самодовольствием, продолжая говорить в сердце своем «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Откровение, 3 глава, 17 стих. Да, обещанный дух Пятидесятницы есть дух полноты. Поэтому всюду, где речь идет о нем, мы постоянно читаем, что Бог изольет реки или воды, что мы должны быть полными, исполненными и переполненными им, и вместе с тем быть крещенными или погруженными в Него, как в глубину, которая сомкнется над нами и покроет нас. Каждый из нас поймет, что под такими выражениями Господь не мог разуметь только орошение, как бы росою, увлажнение, поливки или окропление. О, вы, возлюбленные Божьи, настойчиво требующие, чтобы крещение водою не совершалось над вами посредством окропления, вы, не признающие, что ваш брат вообще был крещен, если он не был погружен, когда же вы начнете настаивать на том, чтобы каждый был переполнен Духом Святым, погружен в Него, потому что только это и есть истинное крещение Духом Святым. Далее, это слово обетование вполне освещает нам также вопрос о том, для кого предназначен Дух Святой, кто верует в Меня, возгласил Господь в тот день. И Иоанн для ясности прибавляет, «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Как это расширяет наш ограниченный кругозор, как принуждает нас беспрепятственно дать каждому верующему в Сына Божия свободный доступ к этой милости всех милостей, и как поощряет это нас к тому, чтобы самим заявить безусловное притязание на Нее. «Долгое время в моей духовной жизни я ограничивал полноту Духа Святого только двенадцатью апостолами. Я с таким благоговением смотрел, так сказать, снизу вверх на тех святых мужей, что считал дерзостью даже подумать, что полнота определена и для детей Божьих, подобных тем, которые находятся повсюду вокруг Меня. А как мог бы я осмелиться подумать о себе саму? И все-таки все мы были людьми, уверовавшими в Господа Иисуса Христа, как своего истинного Спасителя. Как мы ставим Богу нашим неверием границы, которые потом делаются причиной нашей нищеты? Кто верует в Меня? Как эти слова обнимают всех искупленных Господних от меньшего до большего? Это не некоторые особо избранные, не только апостолы, евангелисты, епископы, пасты, проповедники и учители, или чем-либо особенно выдающиеся, могущие указать на такие или иные дела, или достигшие особенной степени освящения, искупленные. Но каждое чадо Божие, перешедшее от смерти в жизнь, на какой бы ступени духовной жизни оно ни стояло, дал бы Бог, чтобы все искупленные Его увидели это свое преимущество и заявили бы на Него притязание на основании Его обетования. Только мир не может принять Его, потому что не верует в Сына Божия. И Дух Святой должен сначала привести Его к вере в Своего Искупителя. Когда это совершается, тогда и Он начинает видеть и знать Духа Святого и может стремиться получить Его. Но тогда Он уже перестает быть миром. Таким образом, все верующие, кто бы они ни были, суть кандидаты на Духа Святого в полноте. Но как могут эти верующие принять Его? Как могут все, ты, я, каждый желающий, получить Его? Именно эти вопросы уже причинили много забот серьезным и искренним душам. Многие глубоко огорчались и неутомимо трудились в этом направлении. Иные в горячей молитве боролись с Богом и до усталости, расспрашивали у людей, ездили с одного съезда на другой, надеясь там, сделаться участниками благословения и вернуться другими людьми. Но тщетно. Они прочитывали целый ряд книг о Духе Святом, ища в них разрешение этих вопросов и, как казалось, нигде не находили его. Да, только Иисус, Господь наш, может разрешить и давно разрешил их. Слушай, кто хочет? Вот ответ на вопрос, как мне получить Духа Святого, подобно первым ученикам? Он так прост и прям. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? Прийти, веровать, пить. Вот все. Вот путь к рекам. С верующим в этом случае бывает совершенно то же, что было, когда он приблизился к Господу, как грешник. Тогда он должен был прийти к Иисусу, должен сделать это и теперь. Он должен был присвоить себе Иисуса, принять Его в себя. Так же должен он поступить с Духом Святым. Придя к Иисусу, он должен пить, впивать Духа Святого, который истекает из Него и которого он дает даром. Он должен воспринять Его так свободно и просто, дать Ему так глубоко проникнуть в свое существо посредством живой веры, как действительно жаждущий хватает большими глотками воду, которая тотчас утоляет в Нем Его жажду, освежает и производит новую жизнь. Вот путь нашего Господа, чтобы нам исполниться Его Духом. Он Сам показывает Его нам. Он Сам здесь руководитель. Хочешь ли ты сделать Его своим путем? Хочешь ли идти Им? Если да, вступи на Него теперь, дорогой читатель. Не нужно ждать чего-то, если ты жаждешь. Смотри, предположение Господне при этом приглашении основывается на блаженном теперь, на настоящем времени. Кто жаждет, говорит он. Никто жаждал, то есть в прошедшем. Он не говорит тоже, кто когда-нибудь будет жаждать, то есть в будущем. Но кто теперь жаждет, тот иди теперь и пей. Именно теперь. Ведь теперь нам не приходится более ожидать предстоящей Пятидесятницы как апостолам или первым ученикам, потому что Иисус прославлен. Сошествие Святого Духа совершилось. Дух Святой, пребывающий в нас, здесь. Мы тотчас можем иметь реки воды живой. Но, может быть, прийти и пить как раз составляет для тебя затруднение. Ты, может быть, спрашиваешь, что это могло бы значить. То и другое значит верить. Ты, пожалуй, уже давно молил об этой полноте Духа. Следовательно, пришел с верой к Иисусу. Не за этим, значит, стало дело. Но ты остановился на этой точке, и это твоя ошибка. Ты должен не только прийти, но и пить. Да что же это значит? Это означает взять, присвоить и принять в себя. Есть вера нищенствующая, которая всегда молит и просит, заставляя еще и других просить за себя. Даже тогда, когда просимое уже подается, она продолжает просить. За просящей верой лишь только она привела нас к Христу за каким-нибудь даром, должна следовать берущая или присваивающая вера. Потому что каждый из даров Божиих уже дан нам во Христе и должен быть просто присвоен нами, если ему надлежит сделаться нашей собственностью. Прийти и пить есть, во-первых, шаг веры, приводящий меня из сухой пустыни, из пустыни жажды сразу к прославленному Господу. Во-вторых, она дело веры, впивающая, присывающая, вдыхающая Духа Святого. «Примите Духа Святого», сказал Дунув, воскресший ученикам. «Они должны были вдохнуть его, как мы вдыхаем чистый, свежий воздух. Ты, пожалуй, уже сделал тот или другой шаг, то или другое дело веры, но еще не это». «Хорошо, если ты верующий, сделай его теперь, потому что верующий идет из веры в веру, а если ты уже был исполнен, но вновь начал жаждать, к тебе снова относится слово, опять и опять, «Приди ко мне и пей». Представь себе при этом, что ты приглашен самим Богом, следовательно, между тобой и этой рекой жизни не может более существовать ничего, никакого препятствия. Он, дарующий реки, широко раскрыл дверь и ожидает, чтобы ты смело вошел. «Приди же, приди теперь же и пей». Научимся же, наконец, еще из этого слова, что с получением Духа Святого в силе окончится всякая засуха. «У того из чрева потекут реки воды живой», говорит Господь. «Может ли еще быть засуха? есть ли ей место там, где избыток течет реками? Это ведь невозможно? Насколько уж одна река делает окрестную страну плодоносной, как она орошает сухие пространства, протекая по ним, что же сделают в этом отношении многие реки? И они должны истекать из чрева верующих, следовательно, последние должны быть наполнены ими». Многие объясняли, будто это относится к проповеди слова, это однако слишком узко, так как не только из уст, но и с чрева должны течь эти реки. Я думаю, что из уст может течь река слова жизни, от рук река дел благословения, от глаз река благости и любезности, из сердца река любви, и последнее может увлечь за собой все члены тела. Повсюду, по всем направлениям заструиться, потечет, польется, конечно, не в пустое пространство, но другие сделаются участниками силы, благословения, жизни и всей полноты. Вспомним еще о неизменном законе, что вытечь от нас может не больше того, сколько втекает. Если мы принимаем только капли, течь не может ничего, потому что они нужны нам самим. Если мы даем только увлажнять себя, дело также не дойдет до излияния, как иногда в природе, когда дождь моросит целый день, нигде не образуется даже ручейка, не говоря уже о реке. Должны быть выпиты реки, чтобы могли течь реки. Как сильно хотел дать их Господь уже издревле, видно из того, что Он обещал их уже в Ветхом Завете. Он обращал на них внимание уже сотни лет назад, сделал нас жаждущими. Разве мы не должны взять их с радостным сердцем теперь, когда они нам предлагаются нашим прославленным Господом? В высшей степени пора сделать это. Поэтому приди, мой дорогой жаждущий брат, и пей. Пей. Пей дей збытка.